Здравствуйте! Вы смотрите Итоги дня. Мы расскажем о том, что произошло в Ульяновской области 20 июля. Меня зовут Дарья Сударева. Смотрите сегодня в программе. Море заказывали, в Ульяновске снова потопы, чего ждать по прогнозам дальше. Наш товар – ваш купец. В Ульяновской области налаживается логистика экспорта и импорта. Корова нелегала и колхозная амнистия, что нужно ульяновским фермерам. Поступить в ЛГПУ, не выходя из дома, о новых программах и бюджетных местах. Пока курортный Крым и Сочи переполнены, а на море хочется, на помощь жителям региона приходят дожди. Обильные осадки превращают дороги в море из луж, а плавают все без исключения. О последствиях вчерашней непогоды в материале Ринаты Алиуловой. Посмотрите, что там происходит. Вон машина плывет. Я все еще по колено в воде. И таких видео в ульяновских соцсетях множество. Как и три года назад, кажется, июльские потопы стали традицией. Воскресный сильный дождь и его последствия больше всего ударили по Засвияжскому району. Трамваи автобусов стали на Октябрьской, пришлось передвигаться вплавь и на Облуково. Сухим осталось только за Волжье. Калина потонула. Ушел под воду микрорайон «Новая жизнь». Топила не только улицы, но и дома. А на этих кадрах ручеек, стекающий с микрорайона Репина на мостовую. В результате затопила часть улицы Российской. Дорога в микрорайоне стала речкой в считанные минуты. На этом участке потоп уже второй раз за сезон. Здесь проложена канализационная труба. А рядом находится контейнерная площадка. Каприза погоды, как поясняет в Ульяновской администрации, удалось ликвидировать трем бригадам законов. Но только три часа, однако большинство ливневок до сих пор не справляются с обильными потоками воды. Сейчас идут торги, чтобы отремонтировать две самые проблемные ливневые канализации на Шелмовой и Камышинской. На очереди также точки на Рябикова, на Реманово и Репина. В последующие годы внести план в перечень тоже. Сейчас собирается информация, где у нас возникают вопросы именно по тем улицам, где всегда происходят такие аварии. Мы сейчас все анализируем, собираем информацию и в ближайшее время, я думаю, будет все известно. Воскресный дождь – последствия атмосферного фронта. Ближайшие 3-4 дня будут сопрождаться как таковременными дождями с грозами и умеренным ветром. Однако синоптики не советуют убирать короткие топы и шорты. Лето продолжается. При чрезвычайных ситуациях и сильной непогоде жители Ульяновска могут обращаться по телефону горячей линии 737-911. Ринат Алиулова, Александр Кудряшов. Новости Улл. Правды ТВ. До Ульяновской области добрались активисты проекта Общероссийского народного фронта «Народный фермер» во главе с координатором Олегой Сиротой, известным подмосковным фермером-сыроваром, а по совместительству блогером и колумнистом. Увеличение финансирования, господдержка, участие в конкурсах. Накопившиеся вопросы ульяновские аграрии смогли задать главному народному фермеру Олегу Сироте. Руководитель одноименного проекта Общероссийского народного фронта и члена Общественной палаты России все выходные работал в Ульяновской области. По словам Олега, ульяновский регион в какой-то степени пример для федералов. Ведь в области сложились хорошие взаимоотношения власти и фермерского сообщества. Вопросы решаются с министерством хозяйства, с администрацией, с самим губернатором лично, в том числе, что меня удивило. Меня удивило, что у многих фермеров есть номер телефона губернатора. Я такого не видел ни в одном регионе, что они могут просто ему позвонить и какой-то вопрос решить в своем хозяйстве, с какой-то проблемой, когда столкнулись. Это для меня было удивление и откровение. Но проблемы все же есть. Это и федеральная беда, которую пытаются решить общественники. Сокращение финансирования фермеров и в целом программ грантовой поддержки. К примеру, преуспевающее село Троицкий-Сунгур, где местные фермеры успешно развивают животноводство. Однако не все так гладко. Населенный пункт не может войти в программу «Комплексное развитие сельских территорий», так как там живет чуть больше тысячи человек. По программе необходимо проживание более 20 тысяч жителей. Нам этот критерий нужно снизить, потому что программа развития села для сел сделана, для городов. И это нам придется менять и изменять для всей страны этот норматив. Еще одна проблема – так называемая колхозная амнистия. Фермеры, выкупившие земли, где когда-то находились советские колхозы и совхозы, не могут оформить ее в собственность. Фермер все-таки не должен заниматься огромной бюрократической работой, огромной юридической какой-то работой. То есть он должен заниматься своей деятельностью, которой он занимается. А при этом законодательно, чтобы было упрощено именно оформление этих помещений. С подобной проблемой столкнулся Александр Володин из Новоспасского района. Коровники бывшего колхоза он выкупил еще в 1993 году. Но оформить землю в собственность не могут до сих пор, так как в советское время здание не ставили на кадастровый учет. Я так понимаю, что вот эта корова нелегала, они у нас здесь на нелегальном положении и в принципе нелегальная миграция. А вот их домик замечательный, который вы с ним ничего не можете сделать. Я правильно понимаю? Нелегальный бизнес. Подобная проблема остро поставлена и в других регионах страны. Для ее решения необходимо менять федеральное законодательство. Есть и проблема, которую сирота смог решить. Дело касается гранта «Агростартап». Люди, которые получали социальные контракты, не могли участвовать в конкурсе «Агростартапа». Пример тому хозяйство многодетной семьи Прокудиных. Глава семейства Андрей занимается птицевоздством, разводит гусей и куриц. Это проблема фермеров, которые получали помощь по социальным контрактам. Они купили себе оборудованный инкубатор или купили себе коров, начали работать, потом пошли за грантом. И им комиссия была вынуждена отказывать. Мы эту проблему подняли на федеральный уровень, ее решили. И посетили хозяйство, которое наконец смогут претендовать на получение грантовой поддержки. Но после решения одной проблемы появилась другая. Для строительства Птиченко Прокудиным нужно делать госэкспертизу стоимостью дороже самой постройки. Также по федеральному законодательству необходимо получить множество справок и документов. Послама Олега Сироты проблему взяли на контроль. Анна Тищенко, Юрий Тимонин, Новости Уллправда ТВ. Автобусом и поездом лучше, чем кораблем. Между Ульяновской областью и китайским городом Дзыба открыты прямые поставки товаров. О современной логистике и расширении географии вы узнаете в нашем материале. Никаких долгих перевозок, только напрямую, качественно и быстро. Сергей Морозов встретился с руководителем логистической компании ВАВС. Предприятие молодое, его построили полтора года назад. В павильонах и на площадках сейчас разгружаются контейнеры с товарами из китайского города Дзыбо, поезд из которого прибыл к нам прямым маршрутом. Глава региона изучил рабочий процесс и отправился в конференц-зал. На совещание губернатор подчеркнул важность российско-китайского партнерства. Значение сегодняшнего события невозможно переоценить, потому что прибытие этого грузового поезда это зримое подтверждение взаимовыгодного и равноправного партнерства между бизнесом Китайской народной республики и компанией Примозской федеральной группы. Ко всем присутствующим обратился мэр города Дзыбо Ю Хайтянь. Он также настроен на долговременное сотрудничество. Вскоре география прямых поставок расширится. В корпорации развития уже готовы к новым международным союзам. Сегодня просчитывается возможность автопоездов уже до одного из российских портов на Черном море и дальше это паромная переправа в порты Турции. Доставка будет не только быстрой, но и выгодной. Функционирование нового логистического канала позволяет увеличить экспорт на 20%. Если обычный контейнер идет морскими линиями до Поволжья в среднем порядка 60 дней, то теперь мы можем, снизив цену на 20%, доставлять эти контейнера за 20 дней до соседнего региона. Текущий поезд дошел из Китая до Ульяновска за 15 дней. Обратный рейс Дзыбо уже сформирован. Через два месяца в Китай отправятся подсолнечное масло и кондитерские изделия местных производителей. Также будут организованы поставки продукции из соседних регионов. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, Новости, Уллправды ТВ. В Ульяновской области 14 выпускников набрали 100 баллов по ЕГЭ по русскому языку. На высокий балл сдали 745 человек. Напомним, госэкзамен по русскому школьники сдавали в два дня. Также определены 5 стобальников по литературе, информатике и географии. В этом году ЕГЭ проводится с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты. Каждый пункт проведения экзаменов оснащен необходимым оборудованием для обеззараживания воздуха, измерения температуры, а также средствами индивидуальной защиты. В одних из ведущих вузов Ульяновской области можно поступить дистанционно. В Педагогическом университете продолжается приемная комиссия. О новых направлениях, работе системы и количестве бюджетных мест вы узнаете в материале нашего корреспондента. Пандемия знанием не помеха. В Ульяновском государственном педагогическом университете продолжается приемная комиссия. С 20 июня абитуриенты подают заявление в дистанционном формате. Его используют впервые в истории учебного заведения. Необычный способ поступления не спугнул молодежь. Достаточно обратиться к цифрам на 16 июля. На сегодняшний день у нас подано более 2000 заявлений. Но я думаю, что еще больший прирост заявлений появится на следующей неделе, когда основные дипломы получат выпускники университетов. И это поток новый на программы магистрские. В этом году есть 1520 бюджетных мест по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. В это число входят не только традиционные психолого-педагогические специальности. Также можно бесплатно выучиться на юриста и журналиста. Не стоит забывать о магистратуре. Открыто направление системной биологии и биоинформатики. Это новые программы, которые касаются биолога, медицинской безопасности. Это программы, которые касаются управления проектами. Абитуриенты, которые уже выбрали свое направление, отправляют заявление на сайт университета. Эти документы обрабатывают 32 технических секретаря. Коллектив состоит как из студентов, так и из преподавателей. Те, кто планирует поступать в наш университет, они регистрируются на сайте www.ru. Там они входят в личный кабинет, где производят регистрацию. Там им приходит логин и пароль на почту. Через эту ссылочку они переходят в личный кабинет и уже заполняют анкету, заявление. Технический секретарь сразу же с ним связывается. Время для поступления еще есть. Но тем, кто жаждет знаний, надо поторопиться. Есть возможность подачи документов, не дожидаясь результатов ЕГЭ. За вчерашних школьников это сделают специалисты ВУЗа. Приемная комиссия финиширует в августе. Если ребятам интересен бакалавариат, очная форма обучения, бюджет, то мы заканчиваем завершение документов на вступительные испытания. Это 5 августа. Дальше идут вступительные испытания. 18-го мы завершаем прием документов ребят, которые с результатами ЕГЭ. 22 августа зачислят всех льготников и целевиков, которые пройдут без вступительных экзаменов. 24-го числа примут первую волну студентов, а 26-го – вторую. Напомним, подача документов продолжается. Виктория Чуркова, Руслан Баталов, Новости Уллправда ТВ. В Ульяновске продолжается всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика». 2020 год объявлен России годом памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В знак памяти и благодарности героям нашей страны Благодворительный фонд памяти поколений вновь запустил ежегодную акцию. Памятные значки в виде красной гвоздики можно приобрести через волонтерские организации и ритейл-партнеров. Вырученные средства направляются на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам нашей страны. В Литературном музее Дом Языковых интересную выставку представил Государственный музей Льва Николаевича Толстого. Она посвящена педагогическому труду писателя, в который он вложил всю свою душу. Писатель Льв Николаевич Толстой был убежден, дело просвещения самое важное в мире. Чтобы найти пути решения проблемы образования народа, он открыл школу для крестьянских детей в своем имении. Об этом свидетельствуют фотографии на выставке азбука Льва Николаевича Толстого, которая открылась в Литературном музее Дом Языковых. Эта школа была открыта в 1849 году, и в ней училось примерно 35 крестьянских детей, маленьких мужичков, как называл их сам писатель. Для этой школы он создавал и учебные пособия, одним из которых и должна была стать азбука. Она увидела свет в 1872 году. Нарабоучительные рассказы из азбуки послужили основой для живописных работ мастеров. На выставке можно познакомиться с более 50 работами пяти художников. Здесь мы можем увидеть, например, работы художника Евгения Михайловича Рачева. Весьма известный иллюстратор, причем это художник-анималист. По его собственным словам, он рисовал животных или зверей. Но не тех зверей, которые живут в лесу, а тех, которые становятся героями басен и рассказов, и сказок, конечно же. На выставке есть работы маститых мастеров-иллюстраторов советского периода. Бориса Калаушина, Юрия Воснецова, Александра Николаева, а также российского художника Игоря Кобякова. Выставка будет работать до середины сентября. Ирина Антонова, Руслан Баталов. Новости Уллправды ТВ. В предстоящие сутки в Ульяновской области ожидаются дожди с грозами. Столбик термометра достигнет 26 градусов тепла. Ветер юго-западный до 9 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18, 30, 20, 30 и 22, 30, а также на нашем сайте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин